Приветствую, друзья! Мне задали вопрос, что надо делать, когда вам очень больно. Ну, и привели пример, когда больно. Имеется в виду не физически больно, а когда на душе больно. Такой пример. Ну, в это время, как раз таки, я думал о том распевании, которое мы делали на нескольких роликах, как научиться распеваться, как проблемную ситуацию, которая в душе, начинать выговаривать, распеваться, говорить себе под нос, выговариваться под нос, петь под нос, чтобы не бояться петь, снять отчуждение между вами и пением классическим или прекрасным, вашим уникальным, освободиться от нервно-мышленных зажимов и так далее. И вот поэтому отвечаю. Если вам стало больно, потому что, например, близкий вам человек, с которым вы разговариваете, вы всей душой, вы пытаетесь что-то ему сказать, и в это время вдруг он вас не слышит, не понимает, потому что сам в другом состоянии, и такое происходит лобовое столкновение, и он вас не слышит, вы его не слышите, и он вам говорит, например, «ты всё время меня так ругаешь, ты меня не понимаешь, у тебя нет времени, чтобы со мной спокойно поговорить, ты всё время занят своими делами, ты только о себе и думаешь». Ну, например. Или, например, вам сказали такое, чего вы вообще не ожидали, потому что вы там с одним, а вам совсем по-другому. И вот столкновение. Эмоциональный взрыв, лобовая штука такая случилась. Да, ну что делать, и как делать? И вот вам, пожалуйста, ответ. Как одновременно научиться вставить себе голос, одновременно снимать стресс, и одновременно понимать этого человека, и понимать себя. Как все это воедино, в один момент. Так вот, постановка голоса тоже может быть на основе такого стресс-трамплина. Это же элемент ключ-2. Вы берёте, когда вам больно в душе, когда вы просто не знаете, как быть, ну вот-вот, теперь вот-вот, оказывается, меня опять не поняли, я со всей любовью, а мне вот так отвечают, почему ко мне так относятся. Близкий человек, допустим. И вы в этот момент начинаете это говорить. Вот, опять ко мне так относятся, ну почему не понимаете? И делайте эти движения. Я же сейчас делал, естественным образом. Я сейчас имитировал, а вы делаете то, что вам приходит в этот момент. Приходит это, и начинаете выговариваться с этими жестами, которые вам хочется сделать. Хочется сделать. Видите, я повторяю, сделать хочется, хочется вот так сделать, и одновременно, в прошлом ролике как-то я говорил, что если у вас есть страх какой-то в этот момент, вы заготовлены образ, картину будущего, прекрасного, вспомнив из своего прошлого, прекрасный момент жизни. Кулак сжали, напряжение создали, и образ будущего представили, что у вас теперь всё будет хорошо, и создали синхронизацию, согласование между психическими и физиологическими процессами, между умом, эмоциями и телом. Целостность. Напряжение упало. А теперь берёте, ещё раз повторяю, разговариваете, когда никому нету, чтобы вы не подумали, что вы немножко пришлёпнуты. Ну вы меня понимаете, да? Это мозговой санаторий вы создаёте. Это для восстановления. Для того, чтобы понять, как в следующий раз этим человеком, который вам нанёс такой удар, сам того не подозревая. А он-то думает, что вы ему нанесли этот удар. А вы-то не подозревали, вы со всей любовью, вы так пытаетесь как лучше, а получается вот так. Ну, 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 называется лобовое столкновение, эмоциональное. И вот ещё раз. Начинаете ставить голос. Как? Пользуясь вот этим, вот этой болью. Боль, как стресс-трамплин. Вам больно, вы не ожидали, потому что близкий человек. Вы всей душой, а вам вот так. И начинайте. А мне вот так, я всей душой. Начинаете это выговаривать, выговаривать. Я всей душой. Делайте движения, которые хочется делать. И сжимайте руки, и сжимайте руки. Что хочется делать, то и делайте в этот момент. И выговаривайте, выговаривайте, чтобы поставился голос свой, такой природный, естественный. И в этот момент начинайте распевать это, распевать это. Да, и мне вот так, и мне вот так, и мне так больно. Ну, за что мне? Ну, почему? Ну, неужели всю жизнь? Можете тихо это делать, тихо это делать. Под нос себе мурлыкать. Мурлыкайте, мурлыкайте. Дирижируйте сами себе. Таким образом и получается постепенно. Что вы выговариваетесь. Это как психоанализ. Вы вырабатываете все свои эмоции. Вы их доводите. И через ритм, который у вас возникает, начинаете сами себе пропевать. Это не только выговариваться, а и пропевать. Видите, ритм появляется. И вы начинаете мурлыкать себе это, петь. Потому что гармония восстанавливается. А гармония это всегда хорошо. Это музыка внутренняя. Это когда вы начинаете уже чувствовать и свою внутреннюю музыку, гармонию. И вот это, которая внутри вас. Потому что вы снимаете лишнее напряжение. И начинаете восстанавливаться. И поэтому есть дирижирование. И поэтому люди иногда дирижируют. И заики себе, когда говорят, дирижируют. Дирижируют. Ритм озадатчик создают. Ритм озадатчик создают. И вот сейчас, когда вы выговариваетесь, даже можете шепотом выговариваться, как мне больно, как меня обидели. Ну за что же так? Я с такой любовью. Все, что в голову приходит, выговариваете. И начинаете распеваться. Распеваетесь, распеваетесь, распеваетесь. Потихоньку распеваетесь. Под нос себе распеваетесь. Ходите, может, по комнате. А может, сидите. А может, тоже распеваетесь. Как вам больно. Как вам больно. Вы плёсливаете эту мощную цель, звук. И поэтому постепенно появляется гармония. И вы начинаете чувствовать. Ой, Господи. Ну, ему же так больно, наверное. Он же не просто так тебе, вот так вот. Наверное, ему больно было. Наверное, ему было больно. Надо же как-то подумать, как ему помочь. Раз он видел, что ты как будто не так, как будто ты ему вот так, а ты-то не так. Но раз он это так видит, значит, ему больно. Значит, ты что-то не так сказал. Может быть, ты не так выразил. А ему больно. И поэтому он тебе так сказал. Да, и появляется постепенно свет в конце туннеля. И ты начинаешь думать. Да, как же теперь опять с ним поговорить. Потом. Может, дать пять минут, чтобы он подумал, отдохнул. Может, день, чтобы он отдохнул, восстановился. Может, он не выспался. Может, у него была ситуация какая-то. И так получилось. Может, он сам страдает. И так получилось. Видите, я выговариваюсь, выговариваюсь, выговариваюсь. Мне легче, 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 легче. И голос мой такой начинается и появляется. Такой свободный от зажатости. Потому что зажатость голоса была от перенапряжения. А теперь, когда я говорю и выговаривать. Вот эта боль моя, как стресс-трамплин. Я выхожу на распевание. И голос мой становится свободнее. Да-да, свободнее. И там, в глубине души, спокойнее. Потому что я понял. И уже боль уменьшилась, растворилась. Потому что я понял, как я люблю этого человека. Ну просто, ну получилось, ну давай подумаем, как лучше сделать. Да, и эту занозу вытащил. Я одновременно распеваюсь через выговаривание. И голос мой становится такой, какой он должен быть по природе. Когда нет у меня зажима, когда нет у меня страха, когда есть у меня свобода. Эй, ра-ра-ра-ра-ра-ра. Это еще не то. В следующий раз посмотрите. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok